Приветствую вас, если вы считаете, что мала спорша, если вы считаете, что есть что-то мистическое в том, что с вами происходит, то я полагаю, что свой вопрос вам имеет смысл задать в раздел именно эзотерики, вам там помогут, вам там ответят и поршу или сглаз, если это есть с ним. В позиции психологии, во-первых, я поддержил своего коллегу Игоря Летучего и скажу, что он действительно прав. От себя добавлю только то, что больше ответственности нужно за свою жизнь, вам в первую очередь, за ребенка, за жизнь ребенка, потому что этот ребенок ваш, и вашему мужу тоже неплохо было бы поучиться ответственности, на мой взгляд, как это видится мне. То есть, вы пишете, что муж завис в больших долгах, но он же в них как-то завис, он же к этим долгам как-то пришел, значит, у него есть некие основания для этих долгов. То есть, у вашего мужа есть установка, лишь жить, например, в долг. У вашего мужа есть негативная установка, что он неудачник. И эта установка, скорее всего, велась с ним из самого детства. Понимаете? То есть, я хочу сказать, что в том, как муж себя позиционирует, ваша заслуга, не приметы и не чего-то еще. Это исключительно, я бы сказал, даже, может быть, не заслуга, да, может быть, даже не заслуга, а следствие. Это следствие именно его определенного жизненного пути, который необходимо разобрать. И понять ему, почему он оказался в таком плачевном для себя положении и состоянии. Ведь это же произошло не случайно. То есть, первое, что нужно сделать вам, это для себя увидеть, что ничего случайного нет в жизни. Все происходит по причинам. И эти причины есть у вашего мужа. Эти причины есть у вашего супруга. Так, ну, так себя вести, так взаимодействовать, так выстраивать свою модель поведения. Далее. Почему муж позволяет себе делать плохо работу? Ну, вот, которую он занимает. Почему? Ведь что-то же заставляет его так делать, правильно? Что-то же стимулирует его к этому, к этому. А значит, это что-то так же нужно выявить. Я думаю, что при желании все это достаточно легко отслеживается. И все это достаточно, ну, не сказать, чтобы быстро, но продуктивно, со временем все это корректируется. В любом случае. Далее. Вы говорите, что у вас проблемы с работой. На работе у него постоянные задержки. У меня на работе начались проблемы после того, как я после декрета вышел на работу. Опять же, я уверен, что у этого есть причины. Никакой мистики в этом нет. Опять же, ну, с точки зрения психологии именно. В этом нет мистики. Понимаете? Никакой. Это то, что определяется именно вами. И оследить причины этого нужно. То есть, почему эти проблемы стали иметь место, из-за чего они произошли. Разобраться. Например, чтобы лучше вам понимать. Смотрите. Момент такой. Как в семье мужа вашего поступали, как в семье вашего мужа вели себя, когда были какие-то проблемы? Ну, правда, когда дела шли плохо. Вот как? Ну, что делали в семье мужа ваших? А что делали в вашей семье? Ну, вот, когда плохо шли дела? Подумайте об этом. Почему вы решаете проблемы, ну, например, свои проблемы, да, через такой вот триггер? То есть, я имею в виду через триггер мистики. Почему просто не собрался, например, со своим мужем, да, и не проанализировать, из-за чего так происходит? Что в его деятельности, например, не так? Я имею в виду в деятельности мужа вашего. Что не так? Ведь, наверное, есть что-то в его позиции. Есть, наверное, что-то в том, как он, ну, делает свою работу, как он занимается своими делами, как он позиционирует себя, там, и так далее. Вот. Есть ведь причины. И я полагаю, что эти причины достойны того, чтобы их разобрать. Понимаете, да? Вот. Вот это нужно делать, на мой взгляд, а не искать проблемы в мистики. Чем быстрее вы возьмете на себя, и чем быстрее муж возьмет на себя личную ответственность за то, что происходит сейчас, тем быстрее вы сможете скорректировать свою стратегию поведения. что касается ребенка. Значит, она стоит на учете у невропатолога, психиатра, окулиста и ортопеда. Набор проблем очевидно большой, но это не пол, это все равно ваша дочь. И то, что у нее такие проблемы, не означает, что в жизни ей будет тяжело. это зависит от того, как вы будете воспринимать ее, как вы будете относиться к ней, каким вы будете предоставлять и представлять ей окружающий мир. Я полагаю, что именно это является необходимым для нее. А не тот, если замыть, значит, своя святость. Тем не менее, в этом представлении кроется иллюзия. Иллюзия, которая дает вам, ну, как сказать, лазейку. Скорее, возможность. Возможность перебросить ответственность в себя. например, на других людей. И до определенного момента это в целом неплохо. До определенного момента. пока не возникает вот таких историй, пока не возникает вот таких ситуаций, ну, вот таких, в которых вы оказываетесь не способны что-либо сделать. Пока вы не оказываетесь в кризисе. и я полагаю, я полагаю, что именно это именно это и необходимо вам исправить. что можно сказать относительно того, как изменить ситуацию в лучшую сторону. Что можно сказать? А сказать можно следующее. Ответственность, анализ, проработка ваших страхов, принятие себя, поменьше проектирующего, ой, интроектирующего поведения, то есть принятие всего на себя, поменьше вот этих вещей и тогда, тогда думается, мне у вас очень быстро ситуация наладится. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. С точки зрения психологии, именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Понимаю, что, возможно, возможно, вы хотели бы больше. Понимаю. Но ввиду того, что информации о вас очень мало и ввиду того, что, ну, опять же, с точки зрения психологии, именно вопрос был взятом довольно поверхностно. Вот. Мне кажется, что именно больше ответить вам пока что нельзя. на себя. К сожалению. Но я думаю, что и вы, и ваш муж могут записаться к психологу, если есть такое желание. И соответственно, вместе с психологом можно будет разобрать все ваши проблемы. Опять же, это при условии, если вы хотите свои проблемы разобрать именно с психологической точки зрения. Если вы считаете, что проблема больше такая вот эзотерическая, то тогда конечно имеет смысл обратиться к эзотерикам. Вот. На это все. Значит, если у вас остались вопросы ко мне, по моему ответу, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!